Каждые 40 минут в России от домашнего насилия погибает одна женщина. За год умирает до 14 тысяч. Страшные цифры, статистики не идут на убыль. Чтобы обратить внимание на одну из самых острых проблем современного общества, в областном центре стартовал социальный проект «Открой глаза». Здесь первичные сами истории. Истории собирались на протяжении полугода. После первой началась вторая. Потом я пыталась найти третью. Иногда были большие перерывы, что невозможно было найти человека, который бы рассказал это. После этого, конечно, мы решили это проиллюстрировать. Поскольку сами женщины-героини не соглашались на это, я решила попросить своих знакомых поучаствовать в фотопроекте «Открой глаза». Лица девушек на фото, изможденные в кровоподтеках, ссадинах и синяках. Сложно поверить, что это всего лишь бутафория. Такие провокационные кадры из серии «До и после» – яркий пример того, как счастливая женщина может в одночасье превратиться в сломленную, доведенную до отчаяния, жертву домашнего тирана. Избитые женщины прячут доказательства мужских преступлений за темными очками и маскируют синяки тональным кремом. В полицию идут только в случае, когда ситуация полностью выходит из-под контроля. Когда начинается расследование уголовного дела, выясняется, что не первый факт, не второй, не третий – избиение. То есть, вскрываются и ранее факты. Были случаи, когда вскрывались более тяжкие преступления, когда женщины просто обманывали всех, что сами упали или сами где-то повредились. То есть, вводят заблуждение вплоть до того, что и врачам говорят такие факты. Лишь бы только не вскрывать проблемы, которые существуют у них в семье. В рамках этой фото-выставки представлено семь женских историй. Истории любви, которые превратились в истории ненависти. Героинь организаторы искали в больницах, на форумах, в социальных сетях. Также они разработали пошаговую инструкцию, как поступить женщине, оказавшейся в домашнем концлагере. Лидия Топинских, кроме того, что оказалась в кадре, выступила еще и в роли гримера. Перевоплотиться и перевоплощать было непросто. Она рассказала, среди ее знакомых есть девушки, которые терпят домашнюю тиранию не один год. Самое ужасное то, что когда человек к тебе приходит первый раз за помощью, и ты помогаешь ему, а потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Это жутко. Ты смотришь просто, как человек умирает морально перед твоими глазами. Вот это страшно. На открытие проекта пригласили психолога, который попытался объяснить, что закрывает рот женщинам и мешает им убежать от губительных отношений. Самая большая проблема это с тем, чтобы разъехаться, разменять квартиру. Это дополнительная нагрузка психологическая. То есть многие просто выбирают между двумя проблемами, например, с разделом жилья и продолжением того, чтобы терпеть это насилие. Социальный проект носит провокационный характер. Главной проблемой был поиск помещения, где можно было бы повесить такие шокирующие фотографии. Навстречу пошел молодежный центр. Однако выставка задержится там лишь на несколько дней. В выходные туда придут дети. Терпеть или наконец-то вырваться из цепей домашнего тирана организаторы надеются, что данный проект заставит женщин, которые молча сносят побои, задуматься и сделать первый шаг навстречу свободе и жизни без боли. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.